здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале по просьбе нескольких зрительниц мы сейчас покажем как кавказскую пряжу из двоечки превращать в единичку у нас троечки нет у нас есть двоечка кавказская пряжа которая имеет две ниточки в своей своей скрутке называется двойкой и мы сейчас покажем как ее разъединять хорошо итак мам что нам надо чтобы это сделать отмотать немножко если много будет закручиваться на отмотали и прижимать вот этот верхнюю давай вытащим булавочку еще раз покажем вот она нитка молодец у меня же прям ютубница страна и мы ее прижим прижмем ага лавкой чтобы она и это не разматывалась и откидывая от себя ты тут ты даешь и откинули и вот беру обе ниточки которые из чего состоят нитка это основная то и разматываю вот так вот разматываю приближаю к себе вот так вот обязательно в концу надо чтобы она это размоталась хорошо но это метра два да ты отмотал метр два и три потом это можно он подальше пульнуть да пульнуть а если в поле можно 10 минут надо это немножко метр два три вот сейчас вот до булавки отмотается вот она сейчас вот все я кладу на стол беру нитку тебе тут второй помощник нужен да это их сматываю в клубочки два уже это из-за одного клубка два вот эту нитку я спуэта вот и рядом с собой где-нибудь вот прижать июня теперь вот этот второй вторую нитку вот вот так вот варю помощник нужен наматывать не надо зачем помощник вот и это намотала немножко не до конца наматывает и процедура повторяется далее давай еще раз покажем это детальное так отматываем нет еще раз просто дубль два сейчас дубль два вот сейчас вот опять вот это сейчас как приколоть ниточку покажи еще раз пожалуйста вот она рабочая нитка я мы ее раз и вот старый бабушку бросаю ага вот и у нас получается опять узелочек разделение ничего страшного когда снимаешь обязательно что нибудь да руки дрожат да да прям нет ну просто съемки они обязательно закон подласса срабатывает может встретиться здесь с это ножнички принести не надо вот у меня другая булавка а как бы соединение этих ниточек которые цепляются своими я его вот это соединение это где-то вот тут пуши столько с пушистыми нитками так происходит синтетикой не бывает вот это есть это вот пожалуйста она крутится отвертится жара надо чтобы вот до конца на конечно дело долгое но в два раза экономичные нитки и из толстых ниток чего больно свяжешь да а это вот разделиться на понятно где у меня клубочки клубок я продолжаю клубочек заматывать сейчас но вроде все понятно кстати моя девочка просит тебя появиться в кадре дать интервью я просто для того чтобы они не подумали что я жадничаю так строчкой ты не работал до стройкой не работ нет я работала иногда это у тройки очень низкие это тонкие нитки с ними ничего доброго не сделаем а которые из двух состоят прекрасно все потом хоть куда сейчас единички кстати продают но у нас в городе нет уже уже разделенные кавказской пряжи единички у нас нет так ну я надеюсь мои хорошие я все показали все остальное повторяется вот да вот это вот они вот молодец ты у меня уже такой клубочек а это все и так оно в конце концов из-за из этого клубка получится два и потом скатывать сматывать и потом шедевром вязать да да ну и закончить ролик пока время есть я хочу показав вот такие красивые салфеточки которые вяжет мама из кавказской пряжи единички они уже были героинями роликов кстати специально яркую а я вот люблю туз как как можно красиво сказать ты яркий а я приглушенные мне вот как-то нравится если здесь был только белый мир и коричневый цвет меня бы это устроило вот а новенькие есть показать салфеточки вот одна из последних маленьких еще правда не крахмаленная но уже симпатичная сейчас еще покажу вот эту замечательную салфеточку она мне прям очень нравится я называла снежинка вот это прям горячий пирожок то есть она только-только из под крючка еще тоже мы не крахмалили ничего а вот это ведь не кавказская кстати какой приносишь такую из двух ниток я и это а вот похоже обработан это точно не кавказской а я вспомнила это я варежонки кому-то вязала это вот здесь наверное это не знаю в общем да есть пряжа это кавказская хорошо распускается не вся пряжа распускается на ниточки вот это кавказская даже уже прям кроме голубенькой все кавказской пряжи вот к вопросу куда деть остатки ниток у меня прекрасный источник сбыта великолепный я спрашиваю маму как назвать салфетку я сейчас назову его как пусть это будет кармен пойдет ведь вы знаешь как фильм это печенье как это да а моя мама называется к чаю вот так что вот еще одна салфеточка тоже за остаточков лично мне вот предыдущие лучше раз мне снежинка больше понравилась и еще одна да есть так и вот еще одна из последних и когда на крахмалишь очень хорошо там на полотенчика или на простынку надо положить и каждый вот этот господи пико что любите мне столько раз говорю как они называются вот это каждую каждую штукенцию мы прям чуть ли не иголочками прикалываем и тогда она действительно вообще шедеврально получается это очень нужно ручки приложить хотя некоторые кстати не любят крахмалить оставляют как есть так вам давай называть эту салфеточку давай назовем эту салфеточку просто салфеточка вот у тебя уже четвертый просто салфеточка у меня фиолетовый блюз только не смейся громко пусть будет фиолетовый блюз совсем тут фиолетовый поляночка в общем у нас да сирень в саду вот это вот две больших зеленый или я бы сказала с голубой их полускатель полуска ну да на весь стол вот цветет сирень и в это время уже нарцисс расцвели тюльпанчики в общем вот эта салфетка у нас будет весенний хотел сказать огород сад добавим немножко поэзии сад так ну вот на этой шедевральной на мой взгляд красивый но яркой салфетки от мам любит яркие цвета я люблю не больше двух максимум трех цветов в одной салфеточки поэтому когда мама вяжет салфетки мне наверное не очень это нравится говорит тусклый цвет я покупаю еще что-то а мне как-то помню бежевый да коричневый и темно-коричневый моя любимая салфетка нас сейчас в ванной вот где-то была тоже героиня ролика вот такие яркие у нас в родне очень любят с удовольствием в деревню отдаем в город но по мне это ярко но я ничего не понимаю поэтому говорят яблок от яблок недалеко падает как-то мы пословица такая а вот в этом мы чуть-чуть разошлись но салфетки конечно шедевральные просто шедевральные спасибо всем за внимание я ответила на вопрос не посмотрела я кто именно задал девочки но вы знаете нашли вам интернет не берет и я не могу сейчас залезть чтобы смотреть под роликом но мне очень многие писали как разъединять ниточку совсем недавно был вопрос позавчера по-моему я обещала что я все это отключаться я не могу так что за издержки простить вот так вот все вам самого доброго творите на радость себе и окружающим мамочка спасибо огромное спасибо 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 Продолжение следует...